Приветствую вас, аноним. Смотрите, ситуация заключается в том, на мой взгляд, вот с точки зрения моей, что если все мужчины, с которыми вы встречались, воспринимают вашего друга негативно, то либо вы выбираете себе таких мужчин, которые в себе не уверены, и это вопрос, на мой взгляд, к вам. Почему я выбираю таких мужчин? Да, ну, просто вот, почему я выбираю таких мужчин? Вообще, почему я выбираю таких мужчин не уверен в себе? Например. Вот. С одной, с одной стороны. С другой стороны, можно предположить, можно предположить, что между вами и вашим другом действительно может что-то быть такое, что внешне интерпретируется мужчинами, да, внешне. как, ну, как, как вот, то, что, между вами что-то есть. Вот. Это такой достаточно важный момент, на мой взгляд, который, опять же, на мой взгляд, нельзя игнорировать. Игнорировать. Потому что, что-то отталкивают мужчин от вас. Вот. И здесь, конечно, нужно разбирать особенности, как мужчин, которых вы выбираете, то есть, ну, что это за мужчины, что это за мужчины, вообще, что это за мужчины, в принципе. А вот. Так и нужно смотреть, какие у вас отношения с другом вашим. Вот. Что у вас за отношения с другом? Почему? Вдруг ваш может так вот, ну, я не знаю, может быть, пугать это слишком громкое высказывание, а обталкивать, скажем так, обталкивать мужчин ваших. Вот. С которыми вы, ну, находитесь в отношениях, к примеру. Да? Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. И, соответственно, с ним нужно разобраться. Потому что то, как вы скажете мужчинам о том, что у вас есть друг, не столь важно, как, а важнее то, что... Ваш мужчина, например, со стороны, ну, видит, видит со стороны, что... Ваше общение с другом. Ну, куда более качественное, куда более... Эм... Такое... Такое... Эм... доверительное, может быть... Эм... чем... Эм... С ним... Ну, вот... С мужчинами. С непосредственным. Эм... 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 Чем... Ну... Дадоть음, тем... Ваш партнер. Да? Вот. Эм... Друг не может быть ближе, чем ваш партнер. А пока получается, что вдруг он ближе, ну вот, так получается, к сожалению, это неприятно, неприятно, безусловно, вот, но, тем не менее. Так что, вот, на мой взгляд, вам нужно куда-то в этом направлении двигаться, но в целом я, конечно, сказал бы, что в некотором смысле, на мой взгляд, вы боитесь, может быть, на мой взгляд, вы боитесь отношений. Вы боитесь отношений с, серьезных отношений с мужчинами, мне кажется, вы боитесь, возможно, даже семьи создавать. Ну, мне так вот, мне так видится, вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, конечно. Конечно, на мой взгляд, конечно, вот, вы боитесь этого. И здесь вопрос заключается, именно, вот, в том, почему вы этого, почему вы этого можете бояться, да, если, вот, но если это действительно есть, если это действительно существует, такая история, почему вы этого боитесь, вот, я думаю, что ответ, где-то, в этом, ну, кроется. Я думаю, что ответ, где-то, в этом, я так думаю, я так думаю, мне так кажется, по крайней мере. Вот, ну, соответственно, тут можно разобраться с этим, да, мощным, и после этого уже все будет более-менее понятно. Вот. То есть тут, с одной стороны, у вас есть страх, относительно того, что вы можете потерять мужчину, в которой вам нравится, вот. И, вот такая вопрос, а, что вам тогда в мужчине нравится, если вы боитесь его потерять? А вот, ну и с другой стороны, сейчас вот, идея заключается в том, чтобы вы вот для себя увидели бы цель отношений. То есть вы хотите сохранить, вы хотите развивать отношения, чтобы всё, для всего. Вот, то есть вы просто, вот, ваши, скажем так, ориентиры. Вот, это, скажем, достаточно важный такой элемент, как мне кажется, который нужно вам разобрать, который нужно вам рассмотреть для того, чтобы лучше себя понимать. Вот, ну опять же, просто потому, что сейчас есть, вот, такое ощущение, что вы не очень понимаете куда, в каком направлении, вы хотите двигаться. Вот, это не обвинение в ни в коем случае, но это вот, да, просто, а, то, что может быть серьезной, а, проблемой для вас. Вот. Ну, мне, конечно, этого не хотелось бы, да, потому что, чтобы чтобы у вас были проблемы, да, не хотелось бы, вот. Поэтому вот обратите внимание на эти вещи, которые я вот, на которые я обращаю ваше внимание, вот, и ситуация может быть наступленная. То есть вы вот немножко не в том направлении, как мне кажется, двигаетесь. Мне кажется, что вы двигаетесь в направлении того, чтобы как-то вот рационализировать эту историю с, ну, с молодым человеком вашим, вот, и другом, чтобы найти какой-то способ. Но при этом вы не хотите посмотреть на ситуацию немножко изнутри, да, и увидеть, что вполне вероятно, что есть всё-таки что-то, вот, что является основанием для ревности мужчин, вот. Либо мужчины такие. Но, так или иначе, вы остаётесь в, вы остаётесь, значит, вы остаётесь в пролёте. В плане того, что отношения у вас подходит не получается. Вот. И, это проблема. Мне кажется. То есть смотрите, что получается по итогу, да, смотрите, что получает в итогу. Вот, можно очень много моментов говорить, можно всё обсуждать, можно всё подвергать сомнению, и это в общем-то иногда очень полезная история, но... В итоге мы приходим к тому, к чему приходим. Да? Вот. То есть мы приходим к истории о том, что вы одна. Это достаточно серьезно. Уже. Вот. Так что, вот так вот примерно я могу вам ответить. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве. Лучшего я бы желаю всего. Самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрушится самым лучшим опытом для вас.